Ровно в полдень кандидат в президенты, действующий глава государства Анатолий Бибилов принял участие в повторном голосовании на выборах президента республики. Как и ранее, во втором туре президентских выборов Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке номер 17 в Цхинвальской спортивной школе. Анатолий Бибилов пришел на голосование вместе с семьей. В преддверии Дня Победы он поздравил всех жителей республики с наступающим праздником. В преддверии Дня Победы он поздравил всех жителей республики с наступающим праздником. Оценка сегодняшнего дня – это самый главный праздник, который у нас у всех есть. Это преддверие Дня Победы. Поэтому, в принципе, я желаю всем Победы. Оценку посмотрим вечером. Оценку дает народ сегодня, республика Южная Синька. Поэтому эту оценку мы увидим где-то в полуночи, в предварительной. Анатолий, с каким настроением сегодня пришли? Ну, всегда боевое настроение. Поэтому мы иногда уходим от чего? Мы иногда уходим от того, что не воспринимаем этот праздник, на самом деле праздник выбора президента, мы его воспринимаем с каким-то напряжением. На самом деле это действительно праздник. И мы должны радоваться празднику, что есть выбор народа, и этот выбор народа мы увидим без сомнения. Но это праздник в любом случае. Поэтому я думаю, что вот с таким настроением праздничным люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее. На участке номер 17 с самого утра наблюдается активность избирателей. К полудню из 945 человек проголосовало 325. Никаких нарушений и обращений к членам ЦИК не было. Люди ходили на выборы с надеждой на будущее. Все отмечали, что каждый обязан исполнить свой гражданский долг и проголосовать за своего кандидата. Избирательные участки будут работать до 20 часов, и каждый гражданин должен прийти и отдать свой голос за одного из двух кандидатов. Мария Анна Чочева, Регина Черткоева, Ренат Медоев. Информационный выпуск сегодня.